Здравствуйте. Здравствуйте. Мы снова с вами. С вами легендарный межпространственный мультикосмический... Сверхконтинентальный. Многоизмеренческий. Иррегулярный. Абсолютно иррегулярный, культурологически насыщенный и... Периодический, меж тем. Высокопериодический. Альманах, который называется... Беспокойный русофоб. Беспокойный русофоб. Вот видите, мы находимся на фоне живописной эстонской природы. Что вы думаете об этом? Элла гуваба эстима. Единственная хорошая вещь, которая есть в России, это граница с Эстонией. И единственная плохая вещь, которая есть в Эстонии, это граница с Россией. Пожалуйста, запишите это и повторяйте каждые 13 секунд со скоростью, которая позволяет повторять это каждые 13 секунд. Да. Между тем, у нас сегодня насыщенная и разнообразная программа. Наш выпуск будет состоять из нескольких эпизодов, я бы сказал. И первый эпизод будет у нас такой. Он называется «Обратная связь». Вот вы помните, мы все жаловались, что вы нам мало пишете. И действительно, вы нам мало пишете. Но «Голубиная почта» принесла нам письмо. Она несла его довольно давно. Оно еще в прошлом году было отправлено, год назад. А, нет, а в поздно прошлом? В прошлом, в прошлом. А, в прошлом. В прошлом, год назад. Полгода назад я его получил, потому что оно долго лежало там в разных местах. Потом я его долго читал. Мы думали, что с ним делать. И, наконец, мы поняли, что лучше всего в назидание всем остальным будет просто его прочитать в прямом эфире. Итак, «Обратная связь». Пожалуйста, коллега, начните читать. Уважаемая редакция Альманаха «Беспокойный русофоб». Нет, подожди, подожди. Давай я начну. Уважаемая редакция Альманаха «Беспокойный русофоб». Слушай, я волнуюсь, начни ты. Уважаемая редакция Альманаха «Беспокойный русофоб». Читай дальше. Неразборчиво. Ладно. Уважаемая редакция Альманаха «Беспокойный русофоб». Святая Тереза из Лизьо сообщает, что она с ним смотрели друг на друга и понимали друг друга Мне кажется, зря она так с ним Дело даже не в силе духовных скреп, сноса сношающихся хрущевок И прокламации о безглютеновом хлебе Дело в том, что в принтере есть разделы только для двух видов красок, черный и цветной, а для белой нет Вот им и нечем убелить этот цвет Не хватает белил Белил не хватает, тут написано Не хватает белил Это очень ценное письмо, которое нам Майя Родионовна Гойтерус прислала, между прочим, с улицы Обручева Родная улица Да Так что не то, что ты сказал, не хватает белил Белил не хватает, понимаешь, тут нужна такая экспрессия, белил не хватает Не хватает Поэтому и остается довольствоваться Кружинным Низким Диваном И носить Да Наколенник Для фиксации шеи на правой руке С почтением Майя Гойтерус, член-корреспондент Филиала Стены Плача в земле русской Вот так вот И Майя Родионовна Вот, спасибо Так победим Наконец-то мы получили настоящий, что называется, фидбэк Да, за вашу и вашу свободу За вашу и вашу и вашу свободу Ура И за беспокойство и за русофобию А слушай, мы же не пьем Не пьем Мы не пьем за это все Мы не пьем за это все Мы курим Мы курим за это все И мы плачем Плачем Мы часто, мы мало пьем и часто плачем Да, да У нас слюна, железы У нас железы, всюду железы Они просто, да Сочатся Теперь, значит, второй эпизод Вот какой эпизод Монетизация Монетизация Знаете, я у Вани Давыдова недавно прочитал, что Кто-то, значит, в фейсбук, что ли, ему прислал Что-то Кофелек Слушай, зеркально почему-то Утрат Утрат Город утрат Вот, значит, что Ваня написал, что ему фейсбук сообщил, что его лайкнули там 18 миллионов человек И он пишет, вот если бы каждый прислал по рублю А там пошутил Я тоже хочу, я тоже хочу сказать, что у нас тоже вот последнее видео лайкнуло 15 человек Если бы каждый по миллиону прислал Тоже ничего было бы, скажи Да Поэтому ставьте больше лайков И тогда мы получим гораздо больше возможностей поговорить об этом Да, мы, конечно Вот, а еще Третий номер нашей программы Текает еще, впрочем, из первого Это проект, что дрожат руки У меня дрожат руки от жадности Ну что, русофобы, они жадные Дорогой Нобелевский комитет Мы прочитали с удивлением и недоумением Что недостойное поведение Тут главное, вот сейчас Это я несколько раз репетировал Главное не перепутать порядок слов Недостойное поведение мужа-члена Нобелевского комитета Правильно сказал, да? Привело к тому, что в этом году Вы решили не вручать Нобелевскую премию по литературе У нас есть по этому поводу предложение Оно выглядит вот как Можно сделать так, например Можно просто вручить Нобелевскую премию по литературе нам Да, и нашим читателям, и писателям И всем, кто... Майя Родионовне Майя Родионовне Всем, кто поставил нам 14 лайков Мы все честно поделим Поделим, безусловно Все, как это самое Как в аптеке у нас с этим делом Это первое такое предложение И заметьте, это хорошее предложение Потому что никто уже не будет знать об этом И никто не сможет Вот член, муж члена там Не сможет злоупотребить Не сможет И тотализаторы абсолютно ничего не покажут Это неожиданность будет абсолютная Представляете? Вручается Нобелевская премия по литературе Беспокойным русофобам Да, да За снижение международной напряженности Напряженность И по литературе, музыке, танцу, пению Ты умеешь танцевать? Да А я умею петь Я хотел, кстати, спеть песню сегодня Про сквалыгу Это песня Шалятина Но я решил, что... Я не буду омрачать Наше без того затянувшееся представление Есть альтернативное предложение Учредить Нобелевскую премию по русофобии Сделать ее регулярной Мультидисциплинарной Премию Филса тоже по русофобии И, ну, для начала ее, опять же, вручить нам А потом тоже вручать ее нам Каждый год Я хотел сегодня языком танца рассказать об этом А я хотел языком песни рассказать об этом Но мы вместо этого Мы потихонечку закругляемся Да, пользуясь случаем Вот, кстати, между прочим Я, знаешь, что понял? Вот смотри, подержи немножко Почему мы не популярны? Потому что мы не жестикулируем Я посмотрел YouTube Нужно обязательно жестикулировать Нужно вот так вот руками все показывать Майя Родионовна Упало письмо Вот так вот широкой показывать И тогда у нас было бы много лайков Да Или завести котов, как Ваня Да, коты тоже хорошие У нас был русофоборотень Но сейчас у него течка, поэтому Да, у него оборотня течка Да Русофоборотень течет Да Ну вот, напоследок Мы вам еще покажем Прелестный эстонский пейзаж И я попрошу Кто это? Это не русские там? Да вроде нет Это не русские Это не русские там Русские нагадили и ушли Значит, я попрошу Поздравим вас с инаугурацией Да, в ежегодном союзе А как это? Помнишь, ватыквление было такое Это самое сочинение в древнеримской литературе А это вогуречивание Инаугурация Поздравляем вас с новым огурцом Значит, и ну вот делайте с ним что Да, и с днем вот сегодня мы победили Завтра вы победите Если завтра еще кто-нибудь победит Опять мы победим Например И что еще нам нужно было сказать? Ну Смерть России Как смерть? Прям вот смерть? А слава кому? Слава Богу Ну я не знаю Я не разделяю такого радикального подхода А я разделяю такой сентиментальный подход Вот не смерть России А знаешь, пускай она поплачет И ей ничего не значит Тоже неплохо, да Спасибо, корчик До свидания Всего хорошего Пишите нам письма и шлите денежки Да Нам Нам